здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий на днях я опубликовал видео о том что с 1 июля типа вводится контроль за переводами физических лиц и это видео почему-то ну приобрело какую-то огромную популярность и очень многие люди опасаются что так и будет на самом деле хотя я говорю что скорее всего этого не будет вообще никогда потом искать я даю свои доводы но для тех кто все-таки опасается я обещал рассказать способы как обойти вот этот вот контроль потому что люди боятся контроля как ни странно причем больше всего контроля боятся люди у которых нет денег вот но значит два способа как обойти этот контроль два способа никто никогда даже не узнает что деньги поступи от кого во первых поступили деньги а во-вторых никто никогда их не проконтролирует два способа первый способ для тех кто хочет получать такие платежи вот но не хочет чтобы они были под контролем заводите карту дебетовая тинькофф банк почему тинькофф потому что тинькофф можно пополнять без комиссии и пополняется тинькофф без комиссии в любом салоне связи теле 2 связной евросеть мтс и там есть терминалы для пополнения когда вы подходите к этому терминалу то там есть терминал значит пополнить другие операции пополнить счет значит там другие операции тинькофф банк выбираете так вот тинькофф банк пополняется без комиссии и выбор два варианта но по по номеру карты либо по номеру договора если вы хотите значит чтоб вообще и ваш номер карты не светился просто сообщите своему контрагенту номер договора вот если без проблем то значит сообщайте своему контрагенту номер карты Человек пополняет через терминал вашу карту. При этом паспорт не предъявляется, ничего не предъявляется, никаких данных о том, кто пополнил, никуда не сообщается. Ни телефон не сообщается пополнителя, никого. А кто получает платеж, он получает платеж. За одну операцию можно пополнить не более чем на 15 тысяч рублей через терминал. Но через тот же терминал можно 2 или 3 раза, если надо 60 тысяч, пожалуйста, 4 раза через тот же терминал пополняете. И все, подряд, буквально подряд. Если совсем опасаетесь, можете из Евросети перебежать в МТС, там разные системы. А оттуда в этот самый, в связной. Вот, собственно, все. То есть никакой комиссии не берется. В чем еще кайф Тинькова? В том, что Тиньков может получить любой человек, независимо от того, где он живет. Есть там отделение банка, нет отделения. Тиньков оформляется через интернет. То есть заполняете заявочку и все. Значит, а если вы... Там ссылочка будет снизу по моей ссылочке, по моей рекомендации. Оформите Тиньков, то получите выгоду 300 рублей. По моей личной рекомендации. Вот так скажем. Вот. Это способ номер один. Но если вам противно само название Тиньков, я зашел на сайт, например, Связного и посмотрел, какие банки, карточки каких банков пополняются через терминал без комиссии. Ну, из того, что я помню, Тиньков, Банк Открытие, Кредит Европа Банк, насколько я помню, и Ренессанс. Выполняются без комиссии. Остальные там комиссии 1%. Способ номер два. Способ номер два годится, если вы опасаетесь, что за вами будут, значит, ваши операции будут отслеживаться. И он годится для тех, кто делает регулярные платежи, скажем, родственникам, родителям или детям. Тоже никто ничего не отследит, абсолютно. И никто не позвонит, гарантированно. Каким образом? Смотрите, у вас есть карточка любого банка. Любого. Сбербанк. Ну, у меня в данном случае Бинбанк. Вот. Ну, там любой банк абсолютно не так важно. Вот. Я сейчас объясню, почему у меня Бинбанк. Вот. Берете. Вот у меня Бинбанк. Вот. Берете. Идете в банк. И говорите, я хочу выпустить там дополнительную карту. На каждую карту можно выпустить до двух дополнительных карт. Вы можете на эту карту выпустить две дополнительные карты. И эти дополнительные карты, например, вы даете, значит, одной картой пользуетесь вы, второй картой, вторую карту. Вы отдаете своим родителям, либо детям. Ну, вот у меня почему, значит, вот эта карта, почему именно Бинбанк? Потому что я открыл две дополнительные карты для детей. У меня их двое, несовершеннолетние. Значит, когда я открывал, было 12 лет мальчику и 14 лет девочке. Вот. Понимаете, да? 12-14 лет детям. И это очень удобно. Во-первых, дети приучаются к современным технологиям. А во-вторых, контроль. Родительский контроль. То есть я всегда знаю, где мои дети истратили какие и сколько денег. То есть, потому что, дело в том, что вот счет 1, счет 1 зарегистрирован на меня. И на этом счете 3 карты. И я со своей карты пополняю карты детей. Детям не нужна наличка. Они ее не потеряют. Если дети потеряют карту, то никто не знает ее пин-код. Во-первых. Во-вторых, деньги там небольшие. В-третьих, ну, я ее заблокирую и все. Деньги не потеряются. Вот. И, опять же, дополнительный контроль. Если дети уезжают в другой город, я знаю, что в другом городе они, значит, во-первых, живы. С ними все в порядке. И я знаю, что вот там дочь сейчас в данный момент в Москве. Я знаю, что она вчера там купила, ну, пополнила карту-тройку в метро, значит, вот этой своей пин-банковской карточкой бесконтактной. Вот так. И, во-первых, контроль. А, во-вторых, все операции происходят внутри счета. Поэтому ничего никуда не сообщается. Потому что, ну, то есть, внутри одного счета операции никуда никак не сообщается. Итак, первый вариант. Пополнение карты через терминал в салонах связи. Лицо, которое пополняет, не идентифицируется, если вы так боитесь. Вот. А второй вариант. Дополнительные карты. Это вариант подходит для родственников. Этот вариант мы использовали очень эффективно. Ну, во-первых, ну, моя первая жена, она уехала в Испанию. Вот. И она там в Испании имела на руках карту. Я уже не помню, какого банка. Тинькофф, скорее всего. Вот. И она же оформила карту дополнительную на свою мать, которая жила здесь, в России. И она там, в Испании, жена, зарабатывала какие-то деньги. Но она еще и в России зарабатывала деньги. И просто совершенно спокойно. А, нет! Нет! У нее был испанский, испанский банк. И в испанском банке она, значит, оформила дополнительную карту на мать. Прислала ее сюда. И она там в Испании кладет деньги, значит, на эту карту, на свою карту. Ну, как бы переводит матери деньги, какие-то там 100 евро. И мать с успехом пользовалась. Совершенно спокойно. Ну, точно так же можно в обратном направлении. Понятно, да? Такой способ подходит мигрантам. Очень хорошо. Смотрите. Если вы, скажем, ну, мигрант, значит, гражданин там Таджикистана, Киргизии какой-нибудь там, не знаю чего, Казахстана. И ваши родственники остались там, и вы хотите им помогать. То я смотрю, вот мигранты постоянно пересылают деньги через там какой-то Western Union и платят 5% за перевод. Не надо этого делать. Просто берете, оформляете карточку в Тинькофф банке. Иностранцам это, по-моему, позволительно. Открыть карточку в Тинькофф банке. И к ней дополнительную карточку. Дополнительную карточку оставляете у себя там в Таджикистане своем. Вот. И здесь просто переводите на ту карточку, а там ваша супруга пользуется этими деньгами в этих местной валюте. Там какая? Драхма там или что там? Тенге. Вот. Я просто не знаю, что в Таджикистане, нет, я без всяких, безъехидства. Вот. Я просто не знаю, какая валюта в Таджикистане. Вот. Знаю, что в Казахстане Тенге, в Белоруссии белорусский рубль. Точно так же можно в Украине пользоваться карточкой Тинькофф без проблем. Потому что, ну, просто в магазине расплачиваете с этой карточкой, и все. Все, она конвертируется в валюте. Тоже совершенно спокойно работает способ. Итак, два способа, как обойти вот это вот ограничение, если вы опасаетесь, что оно коснется вас, хотя не коснется точно. Спасибо за внимание. С вами был Дебятков Юрий. С вами был Дебятков Юрий. С вами был Дебятков Юрий. Спасибо. Дебятков Юрий. Спасибо.